Пять тысяч маленьких утят и ни одного человека. За птицами здесь приглядывает специальная компьютерная программа. Кормит, поет, нагревает подстилку. Для выращивания идеальной утки здесь созданы все условия. От суточного утенка до убоя утенка выращивают компьютер. То есть прописана полностью вся программа по выращиванию. И утеночек чувствует себя в полном комфорте, его никто не тревожит до самых, как говорится, своих отпускных дней. В Валерии делегацию во главе с губернатором окружают обитатели ангара. Вениамин Кондратьев, как человек, выросший в станице, сразу же вспоминает детство и отмечает, утята здесь на удивление негромкие. Знаете, вот я вспомнил, пока этот комочек маленький, он миленький и тихий. Но когда он вырастает, он горет, даже когда он голодный, даже когда он сытый. Вот в чем вопрос. Я помню в детстве эти утки белые. Но это просто отчасти бич моего детства, потому что их нужно было кормить всегда. А есть они хотят, мне кажется, 24 часа в сутки. Я вам его возвращаю кормить. На ферме выращивают птиц английской породы черри вели. В прошлом году здесь произвели более трех тысяч тонн мяса утки. На этом предприятии губернатор уже был несколько лет назад. Правда, тогда здесь выращивали кроликов. Но фермеры быстро поняли, что на российском рынке более востребованным считается мясо утки и переформатировали свое производство. Губернатору показывают, что уже из продукции представлено на внутреннем рынке. Мы взяли очень плотное направление по именно сетевой группе. Это Южный федеральный округ, Москва, Санкт-Петербург сейчас. Сейчас заключаем контракты Приморья. То есть, по сути, охвачена достаточно вся Российская Федерация. Вот я посмотрел, как вы развиваетесь. Были кролики. Я уже сказал, вы почувствовали, что рынок проседает, и вы быстро перешли на утку. Но не менее большой ваш успех в том, что сейчас мы видим на этом столе. Вы не только можете вырастить утку, ее забить, превратить в продукт, который можно продать в мясо. Вы умеете подать, подать и довести вот это утиное мясо до конечного потребителя. Упаковка, я и хочу сказать, не отличается. Но если мы вчера или позавчера говорили, европейская, то это уже ваша, это уже наша упаковка. Это для Кубани гор. То есть, я еще раз подчеркиваю, надо, чтобы... Единственное, что вопрос расширения стал очень серьезным и готовы здесь максимально поддержать. Утки на ферме хоть и заграничные, но питаются отечественными кормами, произведенными здесь же, в Брюховецком районе. Глава региона посетил одно из крупнейших предприятий края по производству комбикормов. Благодаря высокому качеству продукция пользуется спросом среди животноводов Кубани. Премиксы и кормовые добавки местного производства вполне могут занять место даже на мировых рынках. Край готов помочь в налаживании экспортных поставок. Кубанские комбикорма, поверьте, они на самом деле лучшие, потому что у нас условия для их, в том числе и сырья, самая лучшая. И на экспорт пытаемся выйти. Сегодня целая стратегия в Край отрабатывается. Вы не упустите возможность выйти, в том числе, с вашими и нашими комбикормами на экспорт. Для этого мы должны, в первую очередь, изучить рынки сбыта европейских стран. Вы, в том числе, с нашим экспортным центром, который сегодня уже создан, максимально взаимодействуете. Они вам просто подскажут, в каком направлении двигаться. Главное, первично, куда мы можем двинуть с точки зрения вашей комбикорма, как экспортно ориентированную продукцию. Брюховецкий район с уверенностью можно назвать аграрным. Здесь успешно разбиваются как крупные предприятия, так и малые формы хозяйств. В целом, о состоянии экономики говорят положительные изменения в муниципалитете. Вокруг появляются новые спортивные комплексы, ремонтируются местные домокультуры. На очереди центральный стадион в станице Брюховецкой. Ремонта он ждал около 10 лет. Очень хороший. Единственное, что покрытие не качество. Видно, вышло уже из строя, потому что много эксплуатируется. Иногда бывает так, что боимся упасть. Его надо ремонтировать, потому что когда был ветер, вот там все покрытие было снято. Я утром выходила, я говорю, ой, девочки, на охране скажите, иначе дальше все пойдет. Напротив центрального стадиона уже началась масштабная стройка. Губернатору показывают, с одной стороны возводится бассейн, с другой – центр единоборств. Кстати, первый в крае. Оба объекта планируют сдать уже в этом году. Местные жители в ожидании нового спортивного кластера. Хочу вам сказать слова благодарности, даже человеческое спасибо за оперативность, потому что то, что вы центр единоборств, который для меня важен с точки зрения развития спорта, массового спорта в Кубани, вы уже реализуете. И здесь я могу смело вас заверить, что на открытие центра единоборств первого в нашем крае я точно приеду. Отлично. После объезда уже традиционно глава региона встретился с активом муниципалитета. Встреча с местными жителями началась сегодня раньше обычного. Губернатор приехал, несмотря на слухи, что собрание отменилось вовсе. И даже причину в сплетнях придумали – коронавирус. В зале действительно собралось около ста человек. Больше не позволяет ограничение, введенное в крае, чтобы не допустить распространение вируса. Меня Минкондратьев призвал не поддаваться на провокации и не верить дезинформации. Это паническое настроение, которое еще, сподчеркиваю, в этом интернете максимально навязывается сегодня. Либо кому-то делать нечего, либо вызвать вот такие нестабильные ситуации в обществе. Понятно, мы должны меры принимать. Сегодня принципиально важно беречь друг друга. Это принципиально важно. Но то, что панике мы не должны поддаться, что сегодня все меры, которые необходимы, приняты. И мы обезопасили с точки зрения мероприятий общественных, образовательных, медицинских и в целом культурных, развлекательных досугов – это 100%. Давайте просто дальше продолжать жить и работать. Вот что сегодня нужно. Так вот, если бы не приехал, наверное, подумали, что в районе точно, не дай бог, вирус, и он побоялся и не приехал. Потому что, знаете, интернет там мгновенно бы это написал, и так, что еще неделю будем читать. Страхи такие, что сами по-настоящему испугаетесь и будете думать, что так оно и есть. Но, несмотря на небольшое количество собравшихся, вопросов было много. Местных жителей беспокоила больше коммунальная тема – ремонт в местной больнице, уличное освещение, а также состояние дорог. Выяснилось, что самая проблемная магистраль – главная дорога райцентра. Ее реконструкцию жителю ждут уже три года. Мы обещали улицу Красную, станицы Брюховецкой. А мне говорят, три года только проект готовят. Правда, проект стоит 270 миллионов. Это один проект, задумайтесь. Я говорю, слушайте, а нельзя ли было просто ее заасфальтировать за 150 миллионов? А тут один проект – 270. Вот так коллеги исполняют, тоже люди. Вот вы сказали про реализацию проекта по улице Красной. Мы замечания ваши приняли, но очень надеемся на поддержку администрации Краснодарского края и вас лично в реализации крайне важного для брюховчан проекта. Самое дорогое, вот в этом всем, что мы обсуждаем, в реконструкции, в строительстве улицы – это доверие людей. Я приехал, да, выполнено, выполнено, выполнено то, что… Это же не я сказал, это люди руки поднимали в зале и говорили. В этом году вы можете приступить к реализации проекта? Мы начнем приступать к реализации этого проекта уже в этом году. Владимир Викторович, давайте договариваемся, что коллеги из администрации края вам помогут 100%, Андрей Анатольевич. То есть вот под вашу личную ответственность, еще раз подчеркиваю, Андрей Анатольевич, вас тоже прошу подключиться, потому что если там выносы сети, переносы и все это, это там насчитали. А главное, а главное – сроки. Вот сделайте все, что в этом году для протокола, кто ведет в этом году, приступили к сети. При этом губернатор отметил активность местного главы. Участие в краевых и федеральных программах многим стоит поучиться. Например, Бреховецкий район первым вошел в комплексное развитие сельских территорий и почти полностью завершил газификацию всех поселений. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Фондю любит тебя!